На республиканском стадионе идет реконструкция пустующих помещений. Изначально все они были предназначены для чемпионата мира по хоккею с мячом. Турнир отменили, площади остались. Что теперь будет с ними, расскажет Виктория Палкина. Здесь в этих помещениях были у нас комментаторские, предназначенные для мероприятий. Но так как уже год прошел, мы решили эти залы, эти раздевалки переделать именно под наших детей, под спортсменов, которые удобно себя чувствовали при занятиях. Чемпионат мира по бенди в столице Коми не состоялся. Комбинаторские так и не пригодились. Но для этих помещений уже нашли новое применение. Теперь здесь занимаются самбисты и тэквондисты. В этом зале с панорамными окнами место нашлось для любителей фитнеса. Сегодня на центральной столичной арене делают все, чтобы задействовать каждый свободный квадратный метр. Центр города, хорошее оборудование, оснащение, новый объект. За 2022 год мы среднюю статистику введем, посчитали, у нас прошло более 500 тысяч занимающихся спортсменов и зрителей на стадионе. Всего переоборудуют 4 помещения. Каждый зал для определенного вида спорта. Здесь, к примеру, скоро отпразднуют новоселье боксеры. На 300 квадратах места хватит и для ринга, и для груш, и для другого оборудования. Изначально здесь планировалось кафе, но сейчас мы переоборудуем этот зал под зал для занятий боксом. Планируется открытие у нас в первом квартале 2023 года. Уже переоборудованы душевые, сделаны раздевалки. И нас ждет еще ремонт. Но я думаю, что в скором времени мы уже откроем. На реконструкцию республиканского стадиона за два года направили больше полутора миллиардов рублей. Сегодня объект может принимать соревнования любого уровня. Но главное, что здесь созданы условия для ежедневных тренировок наших спортсменов. Как только эта большая перепланировка финиширует, под одной крышей соберутся секции по десяти различным видам спорта. Виктория Палкина, Павел Людинмин, Телеканал Юрген.